приветствуем наших читателей спасибо что собрались здесь снова с нами владимир шумшук автор множества книг эзотерик и сейчас он ответит на самые вопросы на данный момент ну и первый вопрос касательно женщин я знаю что женщин в этом мире очень сильно эксплуатирует просто буквально выжимают из них все соки ну и мы в принципе можем сами даже и без эзотерики увидеть насколько издеваются над женщинами в этом мире не во что их не ставят расскажите пожалуйста почему так происходит и кто так кто это делает вообще кто это придумал ведь раньше поклонялись женщинам раньше поле дамы а сейчас мы почти 100 превратились в прислугу да вы совершенно правы дело в том что наша цивилизация захвачена это видно хотя бы по таким простым вопросом ну по добыче ископаемых вот минерального сырья сколько добывается и сколько расходуется самим человечеством соотношение 95 и 5 процентов 5 процентов только идет на нужды человечества 95 процентов исчезает неизвестно куда теперь вода которая была в ледниках арктики антарктиды она когда растаяла она должна была поднять уровень мирового океана на 70 метров ничего такого не произошло альды ведь растаяли то есть у нас сырье все безбольно вывозится и особенно ценен это конечно человеческий груз можно так сказать потому что из людей добывают энзимы по ночам в основном да у нас ведь около 1000 гормонов вырабатывается это которые были еще открыты девятнадцатом веке в этом веке тоже были ну двадцатом я имею ввиду тоже были разработки тоже были открытия это какая была мощная гормональная система которая сейчас принципе только лишь на эксплуатацию нас вилочковая железа с кулак было когда человек родился стала сгорошенном железы которые у нас на аорте находится их сейчас не изучают но в 19 веке они были все известны а их тоже практически не остается к концу жизни их все выщипывают процессе пока человек спит нас ведь официально загнали в эти вот коробки чтобы было удобно ходить для них ведь запоров нет запора ведь только для нас они проникают любую квартиру и забирают с помощью биопсии все эти железы внутренней секреции ну ткани желез внутренней секреции и женщин тоже очень из интенсивных эксплуатируют у нас раньше вот когда у женщины наступает менопауза да только тогда эксплуатация начиналась об мощно да но чтобы еще интенсивнее их их эксплуатировать придут придумали специального сексуальную революцию она прошла сначала в европе потом коснулась россии женщины сейчас если она не потеряла действенность до свадьбы это рассчитается что на какая-то неполноценная а дело в том что когда это внедрили появилась так называемая ложная беременность четыре месяца у женщины ложная беременность а потом она вдруг пропадает в реальности она реально беременна но беременна вот этими ребятами которые захватили нас и они на четвертый месяц вытаскивают плод во-первых абортативный материал а весь аборт ведь нам все время навязывают их и пропагандируют абортативный материал весь изымается за каждого изымы такого изъятого ребенка не родившегося платье но платили от 200 до 300 долларов раньше но сейчас я не знаю потому что была шумиха одно время в россии во всяком случае это прекратилось а теперь снова все наладили вот после того как женщине исполняется там 50 лет говорят про менопаузу вот менопауза у нас в 50 лет сейчас иногда даже в 40 лет появляется почему это происходит дело в том что после 50 лет женщина начинает интенсивно рожать опять же через каждые четыре месяца и почему она быстро изнашивается и умирает женщина мужики то понятно они просто пьют курят там и так далее а женщина не все-таки матери они все-таки следят за своим здоровьем потому что им надо воспитать надо родить надо значит вырастить детей они более к себе трепет не относятся тем не менее не умирает тоже рано это все связано с тем что вот менопауз почему-то нет у тех которые живет в глубинке и в 60 и 70 лет у женщин продолжается менструальный цикл чего это вдруг в городах 50 он заканчивается а там и в 60 70 он продолжается да потому что и женщина опять же эксплуатируют и выращивают из этих и клонов там и метиза всевозможных с инопланетянами то есть они продолжают делать с нами все что хотят вот потому что мы сказали что земля плоская мы сказали что инопланетян нет что существует какой-то заговор мировой в реальности это не мировой заговор это все реально и сейчас смеются же что какой-то там за теория заговора да а это реальности все это никакой не не мифический он реальный и нас в реальности всех эксплуатируют ведь у женщины от рождения четыре тысячи пять тысяч яйцеклеток и вот если даже нам по месяцу до цикл у нее то она должна жить четыреста пятьсот лет только через четыреста пятьсот лет у нас пропадает то есть женщина перестает быть собственно женщиной она перестает иметь детендродную функцию а если у нее будет цикл как и был раньше у нас да и до сих пор сохранился у северных народов то есть раз полгода или раз в год то она должна быть вообще четыре пять тысяч лет жить а мы живем сколько смешно сказать вот теперь значит на ведь внедрили этот целонин да этот алкоголь алкалоид который входит во все посленовые вот он делает во первых морщинистую кожу а последним относится у нас картофель перец кабачки и помидоры но четыре основных собственно для наших продукта вот кожа становится дряблой и морщинистой только потому что мы принимаем в большом количестве этот алкалоид а еще очень здорово у нас нарушает всю энергетику это глютен глютен входит практически во все сегодняшние злаки ну кроме сорга но его у нас не делают вот но и сейчас вот появилась это мне просто данных нету и но да вот пока еще данных нету ну и и раз это его злака не было значит нам его не давали потому что он именно не имел от глютена а глютен он блокирует во первых все синтетические способности нашего кишечника в котором происходит синтез практически всех гормонов всех незаменимых аминокислот у нас 60 аминокислот участвующих строительстве нашего организма мы с пищей получаем только лишь 16 еще недавно получали где-то 25 но зато мог все компенсировать кишечник сейчас он это сделать уже не может потому что глютен не только блокирует синтез этих он вообще может разъесть кишечник до проводения и перитонит это как раз признак того что человек много ел хлеба особенно белого хлеба то что белом хлебе галитона наибольшее количество самое мало или практически нет это то что осталось из заков это гречневая каша но она в другом плане нам не очень полезно а такие злаки как амарант пшеничка полба это не виды пшеницы это совершенно свои злаки которых у нас сейчас изъяли то же самое там мы говорим мы говорим там сейчас я чинень например да я чиневая каша играем что это ячмень да но это нет это был злак такой он тоже исчез у нас и то что сейчас называют пшонка да тоже каша и это просто в действительности об шонке нету вот все наши злаки которые содержали полезные нам аминокислоты и не задержали всяких ядов типа глютена они все у нас поисчезали поэтому человек и вынужден жить всего лишь там 60 70 ну 80 лет и существует целый зондер команды которые раньше аренская империя поставляла теперь поставляет шпабе которые занимаются уничтожением людей чтоб они не жили больше не дай бог больше ста лет вот в реальности у человека вообще смерти нет она внедрена нам на землю потому что мало того что одноклеточные никогда не умирает но у нас тоже дождевой череда его разрубишь на несколько частей из него вырастает снова эти черви разрубишь там гидру и она тоже снова вырастает то есть у них смерти нет они живут вечно у них смерть какая или его кто-то съел или он куда-то попал в какую-то катастрофу ну то есть что-то там обвалилась засыпала камнями не мог выползти умер не было питания или еще что то то есть это относительно смерть абсолютной смерти нет для человека тоже самое потому что все животные даже млекопитающие ну вот например у голой земли роги не нашли смерти она не умирает а все остальные животные там медведи грузины всевозможные все насекомые когда возникают неблагоприятные условия не просто впадает спячку благоприятные условия наступает и они снова живые и человек то же самое но человека сразу же хоронят как только он впадает спячку со смертью связано очень много названий это и литургический сон и кома там ну то есть это все название разных состояний принципе человека но это не смерть смерть вот она тоже только лишь относительное съели тебя попал катастрофу умер от голода или еще что-то абсолютно смерти нет вот все только относительно и вот получается что нас особенно женщин очень сильно эксплуатируют их плане зимов и в плане гетерородных вот органов и в плане значит различных наших органов которые сейчас можно брать у человека не спрашивая особо никого вот и соответственно значит мы ну бесправны как были так и в общем то остаемся и самая задача это главное нам вырваться из этого рабства получить свободу свободу и независимость от инопланетных захватчиков которые эксплуатируют только ресурсы земли но и человека потому что для них самое главное в общем то душа человека который у них идет на гавах а гавах он по своей энергетике ну вот возьмите это практически вся энергия лишних на ведь много энергии не надо для организма практически две-три тысячи калорий которые человек потребляет в день идут в душу и вот за свою жизнь человек накапливает столько гаваха тем более у нас создано все чтоб человек мучился а когда он мучается эта энергия она аккумулируется и за жизнь у него получается энергии столько что не на атомная бомба в человеке заложено благодаря этому гаваху вот гавах является единицей размены у нас в галактике да и не только в галактике и во вселенной в космосе поэтому земля естественно лакомый кусочек человечество еще лакомее вот ресурсы планеты естественно тоже лакомый кусочек поэтому нас и пытаются эксплуатировать и не дают нам свободу а вот уточнить что делать для того чтобы они не могли получать этот гавах возможно человеку нужно снизить кортизол и находиться в медитативном осознанном состоянии для того чтобы не переживать ну вот что самое худшее они могут сделать лишить себя здоровье лишить здоровья самых близких или лишить их жизни но если просто глобально посмотреть что на самом деле это специально было сделано это просто развод на гавах и просто взять и отключить эмоцию это конечно не все могут сделать но вот взять отключите войти в состоянии ровности что тогда будет все равно как-то они будут получать этот гавах или если даже не в состоянии ровности в состоянии любви и повысить свои частоты высоко прям вот войти в состоянии я есть все все равно они смогут что-то сделать или это может как-то помочь защититься да если человек будет испытывать положительные эмоции галаха докапливаться во первых не будет но дело в том что у нас вся жизнь создана таким образом чтобы человек испытывал исключительно отрицательные эмоции для этого ему внедряют вот чувство самомнение высокая до оценочная система вот у нас преобладает не отметочная когда отмечали успех ребенка все всем классом а вот оценочная и причем дебильная оценочная система 5 баллов там 4 балла сейчас еще американскую придумали эту систему 100 баллов там но о чем гернут я получил в 99 ну и что что означает абсолютно ничего оценочная это всегда у нас она тоже присутствовал наряду с отметочной системой это когда говорят превосходно красиво интеллектуально вот их было 500 от тех таких оценок причем эта система открытая была учитель мог сам придумать слова который реально отражает то что сделал ученик и ученика формировалось и чувство радости за других а когда человек радуется за других успех того человека как за кого он порадовался стала его успехом и он в принципе никому не завидует он за всех радуется и у нас объединяется человек люди в коллектив возникает коллективный эгрегор или агрегат как правильно говорить вот и поэтому таком случае бы человечество не было разрозненно и невозможно было бы как вот сейчас там придумали различные причины для того чтобы людей стравливать и сталкивать между собой а у нас это происходит на каждом шагу и это состояние она не дает возможность человеку мыслить вообще отрицательные эмоции они ним они же отталкиваются еще фрейд фрейд потом на павлов успенский вот они работали в том направлении что отрицательные эмоции они как бы очаг возбуждения он ни с чем не связан он сам по себе и у поэтому человека могут и раздвоение тут сознание появится или еще если мощный очаг вот потому что отрицательные она все отталкивает ничем а вот положительное она все связывает и поэтому когда у человека положительные эмоции он может связывать многие это и многие события многие факты между собой он может мыслить мы почему неразумны потому что мы находимся вот на этом отрицательном уровне как вы говорите если мы будем испытывать положительные эмоции понятно что никакого гаваха не будет мы будем бесполезны для этих захватчиков но к сожалению сейчас так сложно это сделать это делает какой-то степени буддисты там особенно дзен буддисты но и много сейчас там направлении которые в общем-то стараются человека довести его туда положительных эмоций но тоже как бы немножко странновато потому что они просто очищают от эмоций это с одной стороны хорошо это вроде как обнуление но вот когда человек концентрируется на положительные эмоции у него все происходит он же притягивает себе и события и мысли и людей с такими же эмоциями все притягивается к нему положительное когда он имеет отрицательные эмоции все отрицательные события мысли люди всех нему тоже притягивать согласна с вами а вот еще хотела уточнить у вас нет наверное это я чуть позже уточню а больше по теме сейчас вот я путешествую по всему миру уже очень много лет и объехала 120 стран и могу сказать что вот это взаимодействие где постоянно все построено на страданиях почему-то только в бывших странах ссср потому что если взять мексику если взять даже тоже сша и любые страны латинской америки там вообще такого нету там люди все всегда на позитиве улыбаются если произошла авария они выходят смеются а вы например в украине в россии если авария произошла они выходят матеряться и дают друг другу в морду то есть короче говоря о мой вопрос заключается в том что возможно они специально построили нам такой менталитет что мы друг друга ненавидели и со свету сживали потому что в других странах этого нет вот я сейчас нахожусь в мексике и вообще когда сюда приехала я обалдела от этой энергетики от того что здесь все такие добрые вообще я никогда не видела таких добрых людей и здесь получить стресс вообще невозможно просто невозможно поссориться и получить стресс представляете себе вот такое чувство что-то именно против славян такое да славяне потому что чистые земляне и поэтому против них идет такой геноцид большинство народов они же смешались захватчиками уже 19 крестовых походов было официально только да хотя не я думаю гораздо больше потому что у нас во внутренней земле на сегодняшний день 27 государств это причем не люди это разные виды захватчиков которые когда-то были здесь оккупантами которых у нас разбили но которые закрепиться смогли вот во внутренней земле они там сейчас живут и понятно что нам же говорят что мы не отсюда вот славянам то всем а им к что они здесь всегда жили говорят что черных людей пошло значит это цивилизация все но это не так потому что черный цвет кожи он появляет появляется в только в том случае если данный вид находится дальше далеко от солнца а меланин который поглощает свет он жадно поглощает только в том случае потому что средств любому организму нужен если его мало и поэтому возникает черный цвет цвет у нас смотреть вот рыбу на время да они же все блестящие а ведь первые завоеватели это были оааны люди рыбы они сейчас остались и это не русалки русалки это другое происхождение вот это именно рыбы и вот они покрылись чешуей блестящей чтобы отражать тот свет которые они здесь получают может они тоже пришли с планеты где мало солнечных лучей причем они появились может быть даже вот со спутников некоторых наших планет того же юпитера но и питера сейчас 4 только осталось там где-то один спутников погибло остались кольца вот но вокруг каждой планеты вот большой там остались кольца потому что были раньше когда планеты вот и вокруг сатурна там всем колец то и вокруг урана тоже где-то 11 колец и вокруг ну вот он там сейчас разжаловали он был планета сейчас тоже остался стал спутником вот но танцы цельера тоже это вот файтон когда был там цельера был был спутником файтона вот поэтому в общем то они все принципе были заселены человеческой цивилизации но поскольку они там рожались и жили да они приобрели черный цвет кожи но это не значит что мы от них произошли это они от нас произошли а потом когда был апокалипсис и планеты эти уничтожались многие вернулись сюда на землю ну спасались но земля тоже была разбомблена очень сильно потому что появление океанов появление морей море слова мор вот поэтому они появились в результате бомбежек и там ведь если посмотрите состав соленой воды она точно такая же как у нас кровь имеет такой же состав и как остальные животные потому что море и это это кровь погибших наших предков потому что у нас было 7 подземных городов а в этом земле воды больше чем на суше в шесть раз это данная геология потому что там были моря но они там принципе остались это эти города эти слои на вот они до сих пор существуют и там тоже живут разные цивилизации на сегодняшний день но вот который с нами не катать потому что мы опущены опущены на уровень рабства пробов значит ли это что все таки в море таких вот соленых водоемах типа океанов лучше не купаться потому что это что получается тогда что мы апгрейдим свое тело под эти все частоты под страдания и так далее да это несомненно лучше купаться в реках в озерах то есть там где пресс на воду потому что там мы купаемся в принципе в крови там нет органической составляющей на минеральная составляющая осталось какое-то время назад вообще перестала купаться в морях океанах хотя живу на побережье атлантического океана часто отдыхаю на берегу карибского моря но идти туда у меня нет никакого желания вот прямо чувствуется что там что-то очень темное ну вот у вас просто чувствительность высокая и вы правильно коррелируйте свое поведение вот еще хотела спросить как забирают энзимы по ночам это происходит в каком какой-то другой реальности потому что если честно у меня очень часто бывает так что я просыпаюсь ночью и вижу над собой какие-то агрегаты иногда вижу людей в уменьшенном размере но я уже поняла что они умеют уменьшаться и так далее увеличиваться как в алисе стране чудес и какой-то иногда луч на меня вот так вот падает с какого-то треугольника иногда он бывает красным иногда ярко-зеленым я просыпаюсь вижу это физически это не глюк ничего это только я просыпаюсь и начинаю там делать техники защиты они быстренько в стену так и улетают это вот у меня энзимы выщипывают да но они выщипывают сами вот эти ткани желез внутренней секреции у нас же горю их много лобковые железо сейчас не проходит копчиковая железо не проходит мир сонные железы две железки здесь находятся тоже не проходит их всех выщипывают поэтому нам и нельзя в них знать то что их выщипывают полностью в конце концов они выщипывают сначала понемножку чтобы они восстанавливались а потом уже концу жизни они выщипывают их все человек почему начинает так быстро ставить только что у него железо на не отсутствует потом еще и тут видите какая штука вот у нас из-за того что внедряли неправильное питание да у нас же исчезли парные органы парну на же все было в опоре два сердца и люди рождаются тумя сердцем две печени люди рождаются до сих пор двумя печени 2 селезенки вот ну было два желудка но у нас сейчас желудок один стал поджелудочной железой да вот и вот этот язычок который мы не знают зачем он вообще человеку а это был язычок который распределял кислотную пищу в нас настоящий желудок а второе вот который бы наш два пищевода было да и выражением два в два горла жрать до осталось до сих пор вот а вторым было вот поджелудочная железа это был щелочной желудок и вот он соединялся как раз это пожил но поджелудочной железой а между ними было двенадцатиперстная кишка куда впадали протоки от печени и а то откуда начинался собственно говоря кишечник тонкий но у нас было как бы два две печени наши два протока было вот они как раз перерабатывали жиры после того как уже переработаны углеводы там и белки и уже кишечник переработал и у нас почему и были двойные органы потому что у нас все же парные грядианы они остались ведь смотрите когда он удаляет допустим одну почку до все но медиан почки остается вот тут удаляет там еще какой-то орган даже вот селезенку но селезенка это важный орган но люди некоторые без селезенки несколько лет могут протянуть потому что кроветворный орган вот а меридиан все равно остается и поэтому у нас двойная все парная система 12 парных у нас было у этих органов да вот два не парных которых у нас сейчас якобы нету но у нас действительности нету и было еще восемь чудесных меридианов это тоже остатки от тех органов которые у нас исчезли с организма потому что у нас в общем-то был организм божественный а сейчас естественно нас опустили нас морфологически изменили анатомические измени функциональные измени на сплошные изменения ведь человек когда он рождается да во первых там получает 27 прививок которые блокируют у него абсолютно любую эту эволюцию и ребенку ему не дает спать в позе эмбриона в какой он привык в которой он развивался его запеленовывает для кого для того чтобы ножки были прямые вот и он не может принять эту позу а именно в этой позе он начинает и быстрее говорить рано говорить и быстрее ходить и быстрее все остальные к ним функции приходят которые он овладевает процессе своего развития именно используя эмбриона и сейчас мне пишут люди которые всю жизнь спали в этой позе им 70 лет они выглядят как на 30 потому что они продолжают эволюционировать ведь у нас заплатка от рождения шести этих шести этих зубов ну то есть одна значит один ряд зубов ушел до следующий там где-то вот ну то смолочно уходит следующий 72 года у нас еще один ряд зубов появляется и еще должно быть этих а их нету у нас все 3 3 3 уже нет третьего ряда он пропал потому что у нас блокирована эволюция и блокирует ее питание блокируют и всевозможность сейчас этих куча всяких лекарств на придумывали которые вообще-то нафиг не нужно лажу лечили человека всегда запахами запахами ванными запаха человек нанюхает у него сразу эти феромоны попадают в кровь минуя желудочно-кишечный тракт но сейчас они вынуждены ну то есть мы принимаем лекарства но и все садится печень садится селезенка вообще весь желудочно-кишечный тракт забивается этими лекарствами то есть в действительности лечение это не получается человек поздравляет благодаря своим возможностям и благодаря тому что его лечат чаще всего хотела спросить насчет крови сейчас это очень популярно чтобы сдавать кровь кому-то переливать и вообще вот кровь она как-то на самом деле очень связана ведь с духом человека или с душой вот вы согласны с мнением что кровь это душа и если допустим перелить много крови от одного человека к другому то у них возникает какая-то связь и этот человек которому перелили чужую кровь он может начать как-то вести себя по-другому а тот у кого забирает что становится с ним который поднял он что они объединяются и судьбы если человек перелили кровь и он там попал в аварию или у него там какая-то болезнь требуется переливание крови вот у того вот кого взяли у него тоже возникает эта болезнь или с происходит тоже событие которое произошло у человека который не хватает крови дело в том что вот когда вы встречаетесь со староверами да вы у них погостили все что вы из чашки ели какой ее сжигают ложь которые ели сжигают стул на котором посидели сжигают если вам постель постели ли тоже сожгут чтобы ваши энергетики в связи с вами не было а у нас что у нас даже кровь можно перелить а делом том что просто ведь достаточно перелить просто физиологический раствор надо чтобы просто давление поддержать в организме для этого можно перед физиологического суры этого достаточно кровь на селезенка она восстановит в конце концов все необходимые клетки крови вон которые это ну крови ворно идти частички белые там крыльные красные крыльные тельца все постепенно восстановится но пока человеку плохо пока у него маленькое давление из-за потери достаточно и так и делали войну же так и делали потому что не было крови вот давай ну вообще много чего делали приобрали вот прям из моря можно взять эту воду прокипятить и влить человек вот пожалуйста физиологический раствор готовый специально это делают ведь есть раствор голубой крови куча всего то что за секретили потом ученых убили они это специально делаешь людей побольше мешать чтобы они побольше страдали чтобы побольше было противоречие непонимание себя правильно вот в кучу одной вот так вот смешать как гологоль-моголь и вот они это делают специально как я понимаю система да у нас во первых у нас только 4 горят группы крови в реальности их очень много видов крови и все время открывает и точно также закрывают ну вот пример японии чуть ли не каждый 10 лет там 5 6 7 группа крови потом все забыли то снова открыли действительности разные факторы потому что у нас забыватели было много они оставляли своих хромосомы здесь на земле в виде размножения но то с кем-то не там размножались вот бычьи главы были да вот фергана была принципе их не вотчина там действительности много людей похожих на коров потому что коровы это пришельцы нас вообще все млекопитающие сегодня это пришельцы кроме человека эти они просто превращены потому что вон это и были магическими люди превращали своих противников не опасные формы ну и вот получилось такое обилие у нас животного мира действительности животный мир он должен быть подконтрольный любой любого вообще любой вид можно создавать самим и принципе и вот староверы это и могут делать они могут вывести любой вид какой им нужно и инопланетяне тоже самое могут это делать но это как бы не такая секретная информация для нас это все секрет для нас ноты говорят что виды там раз и раз много не может быть раз а всего лишь одна это земляне а все остальные это пришедшие к нам виды они не из земли у меня кстати одно из самых видео которое вызвал наиболее сильный отклик со стороны ненависти хейтеров мне там и смерти желали и проклинали где я просто описывала что не надо отдавать свои старые вещи другим что образуется энергетический канал ты как их не стирай все равно связь останется это я по своему опыту узнала я раньше собирала вещи и отдавала каким-то там детям еще куда-то и после этого у меня жизнь несколько месяцев в ад превращалась я себя не узнавала и поделилась с людьми с этим так меня там и проклинали и так далее говорили как же вещь новые как жалко подари вещь жизнь а себе они не хотят подарить спокойствие то есть вы можете подтвердить что свои вещи нельзя отдавать людям потому что меня они не послушались и просто начали проклинать это правильно носить чужие вещи можно при условии если вы их выкупаете вот у нас раньше все же обмывалась да и сейчас это традиция осталось там медаль там обмыт она еще что то дело в том что у нас от купцы они же говорят что это как бы продавцы были до купцы это те которые купали вещи нас живу прямой обмен и раз вы получили энергетику то есть ее надо убрать вещь надо прокипятить это ведь никто сейчас не делает вот тоже кипячение разрушает информацию вот можно но вот старовера опять же беру пример они этого не делают если чужак как ну как я например да они это все сжигать просто-напросто вот а то что вы получали энергетику кому кому отдали свою вещь потому что вы же с ней связаны естественно что вы будете я могу привести вам другой пример у нас жила соседка гулящая женщина да у нее много нарядов было все и вот она подарила свои наряды девочки но не девочкой тоже девушка была но бедная семья такая она стала тоже ходить она стала такой же капитан вот а семья была очень прилично они жили ну как бы бедно но достойно и тут вот такой вот подарок девочка сошла с ума ну как сошла с ума она стала гулять для них это для всех был шок естественно а почему да потому что подарили это действительно ужасно конечно надо с этим быть аккуратным вот учитывая даже то что староверы все это выбрасывают видимо они знают больше чем обычные люди конечно да вы меня прямо заинтересовали захотелось про староверов побольше почитать потому что у меня тоже зачастую такие категоричные взгляды проскальзывают которые люди не понимают но я понимаю что так лучше для меня и пусть лучше меня все ненавидят чем я себе буду вредить да и вот кстати говоря вот солонин еще обладает очень удивительным качеством он сужает наши диапазоны вот мы же как бы вот ауру мы ведь не видят ну а вокруг свечения человека да вот то что тут в тонком мире происходит они этого не видят в девятнадцатом веке я забыл книжка но ты пископ какой-то писал он писал что человечество слепнет она не видит уже сквозь стены она не видит многих цветов она не видит там и не слышит главное вот он там причислял я это не знаю просто животных каких-то которые так-то красиво там поют вот ну просто не знаю их просто сейчас нету ну что все же вымирает вот а это все солонин солонин потому что его же насильно внедряли фактически да вот но и в конце концов внедрили сейчас нас основная пища а это очень страшного коллоид в реальности которые не забивают наши органы чувства на же смотрите видений то ведь было много смотрели дети видеть зреть это же все разные формы видений больше десятка у нас русском языке там бачить девица всех этих уже видений нету хотят центры мозгу остались а их нету чё что они сейчас сконтролируют что не видит эти центры они уже бесполезно потому что у нас на периферии все заблокировано согласна с вами вот у меня с детства развито много видов зрения и даже не негде о них почитать даже вот непонятно пример один вид зрения можно смотреть закрытыми глазами другой вид с открытыми и ты также видишь другое пространство и видимо это вот эти виды но даже нельзя почитать чтобы правильно понять как ими пользоваться потому что в интернете об этом ноль информации да он такая интернет чего он будет он берет информацию ту которая есть у человечества этой человек а это информацию человечество нету естественно те же самые чудесные вот меридианы это же органы которые у нас развивались в процессе эволюции которые нам даны принципе от рождения но не появляется позже если ребенок правильно спит всего лишь на все а у нас таких вот традиций вредных их очень много вот я могу перечислять вот особенно свадебный обряд нас же встречают хлебом и солью а встречали медом и хлеб амурантным хлебом да и медом и потом смотрите губы мазали медом а тут уж едят соль да соль вообще появилась в 19 веке 19 веке и почему потому что у нас давление было еще две атмосферы потому что опыт это речили который определил давление атмосферы 1400 миллиметров тут но старба столба сейчас 760 но 760 740 даже 760 это еще мое время было вот то есть получается что давление упала в два раза а вот во первых когда такое было давление было тепло не было таких шапок ледовых не на антарктии не в арктике нигде не было потому что ваша плотность она теплопроводность повышает ведь тепло легко переходит на южный и северный полюс а когда давление упала а упала на именно из-за ядерной войны которую уже наши новохронологии явственно доказали да что было и воронки там по всему земному шару которые в общем-то одинакового размера и заполнены водой да и радиоактивность которых повышена до сих пор это что у нас деревья появились кольца потому что старые деревья колец не имеют годовых потому что всегда температура была одна и та же вот это что значит много вот этих вот тектитов до тектит это вот спекшаяся масса стекловидная вот она появляется только при больших температурах а тектиты разбросаны везде по всей земле включая и в морях и в океанах везде много они черные стекловидные такая и зеленые бывают и коричневые я много видел таких тектитов вот раз было значит это война ну значит и было падение от давления раз упала давление потому что ударная волна же она не только вдоль земли идет она идет вверх и увлекает за собой массу воздуха поэтому воза был выброшен в космос и у нас в общем-то получилось разреженное пространство вот одна атмосфера вместо 1400 миллиметров тут нас табло столба на 760 ну и 740 как сейчас мы все у нас появилась зима появился снег а вот знаете был такой ученые филимоненко он открыл холодный ядерный синтез и в целом он занимался процессом омоложения бессмертия и вот его мнение вот интересно вы согласны с этим что мы стареем из-за того что как раз было вот это ядерная бомбардировка и сейчас очень много везде калия 40 почве продуктах вообще везде его что якобы этот калий 40 и заставляет наши клетки быстренько гликироваться убивать друг друга включает апоптос в определенном возрасте потому что критически много становится калия 40 вот правда ли это что действительно радиация так плохо на нас влияет или все-таки это лишь предположение вот какое ваше мнение и как вывести этот калий 40 если это действительно так ну это лишь гипотеза дело в том что вот вы возьмите калины ну калий хлор обычно и посыпьте растения она расцветет возьмите натрий хлор посыпьте растения она умрет в действительности у нас натрий хлор он как раз привнесенный элемент то есть специально запустили бактерии которые меняли над калий на натрий и у нас в общем-то сейчас вот получилось что на ты ведь что делает вот почему у нас соль появилась почему мы стали добывать он делает проницаемость ткани у клеток раньше как бы давление хватало для того чтобы проницаемость ну то есть армян клетки с окружающей средой он происходил нормально при большом при двух атмосферах а когда давление упало надо было понизить проницаемость клетки чтобы клетка жила и поэтому это их для этого и калий подходит на нас и натрий подходит но натрий он делает еще более проводимую клетку в мембрану и поэтому именно вот натрий он приводит к тому что клетка засоряется очень быстро ну то 70 лет это в общем-то быстро мы во первых и так печень свою забиваем 20 годам на 20 процентов только работает и она бы ну мы бы вообще загинались если бы у нас от пола вены которая собирает всю кровь кишечника которая идет потом в организм если под нее не формировались два отростка которые впадали в мену кава то есть в малый круг кровообращение то есть попадали уже не очищенная кровь она оба ну то миновала печень потому что в печень уже вена не может поткнуть кровь который она собралась кишечника печень забита в 20 лет 20 лет человек начинает интенсивно стареть и благодаря тоже натрию нужно сокращать ну вот количество натрия все-таки в пище насколько это можно и а вот какая то есть критическая вот отметка вот на когда до куда натрий для нас полезен откуда он уже идет вреден или в принципе натрий для нас бесполезен нет он не нужен небольших количествах он нужен небольших но в больших количествах нам нужен калий а у нас вообще нету на же неделю даже морскую соль мы не ну никто конечно едят там соотношение если калий натрия то 80 и 20 процентов их такое соотношение то есть 2 к 8 или 1 4 вот а надо наоборот сделать тогда во первых вот кто употребляет на калий хлор да люди во первых очень спокойно во вторых у них принципе вот это вот различение цветов до у глаз намного сильнее многие люди вообще не различают цвета вот есть цветовые тесты тому окультист этих окулистов да вот они в принципе многие не видят эти различия вот там где вижу цифры и там за это за тушу а вот калибр способствует ликвидирует эту неразличаемость зале это действительно как-то я так прониклась к филимоненко и начала как бы ему ну так доверять но все равно как говорится доверяя на проверяю даже самые такие хорошие люди могут ошибаться на спорте сайна интересно потому что калий 40 у нас калий 39 имеет ну обычно на самый распространенный а тут 40 это другое так у нас много таких у нас же изотопов в реальности огромное количество вот и не всякие затопы нам полезны понятно а их синтезируют особенно которые вредны в огромном количестве которые там хинтрейлы и все прочее доставляет наш организм все-таки насчет радиации хотелось бы уточнить вот есть люди на которых вообще радиация не влияет она фрукты например вообще на хорошо влияет красивая не растут большие все-таки радиация она вредна для человека или нет или для определенных людей но вот допустим не совсем человеческим днк может быть полезна радиация дело в том что вот опыты с радиацией показывают что когда радиация небольших количествах все расцветает и рождение расцветает и животные они увеличиваются в размерах и в общем то дают но хорошую схожесть там хорошие плоды вкусные все прочее в малых количествах больших количествах все гибнет это известное выражение парацельсия все есть малых количествах лекарства и в больших количествах яд очень интересно еще хотела узнать насчет все-таки оживление я уже по моему давно хотела вам задать этот вопрос но все время как-то не получалось вот если труп уже окоченел но допустим пролежал пару дней да он уже окоченел то его все равно можно как-то ну грубо говоря оживить или уже невозможно потому что он у меня все время возникает мысль если человек умер но на самом деле не умер и не окоченел то его можно оживить а все люди коченеют скорее всего да и вот в этом аспекте уже как-то его можно оживить или уже все дело в том что вот в девятнадцатом веке заберем но еще были авторы я их всех читал но которые были во всяком с . его я смог достать они описывают способ реанимации умерших людей пролежавших там двое трое суток месяц даже могут пролежать вот это вот окоченение контрактура мышц так называемая она возникает из-за того что температура тела падает вот этот при тридцати четырех градусах у нас больше руками с одним вернее можно стынуть но очень тяжело то есть потому что она все дубовые такое становится но если человека кладут баню до разогревает его надо разыграть его до тридцати восьми градусов потому что у нас внутри организма не 36 и 6 а 38 градусов у нас на поверхности вот под мышкой 36 и 6 вот и потом для того чтобы запустить свои процессы их надо чуть-чуть на пол градуса или даже на градус больше то есть 38 39 градусов тогда все процессы запускаются и человека откачивали то есть его брали клали на живот на одеяло и одеяло раскачивали и тормозили почему это делали потому что у человека очень тонкие в мозгу капилляры они тоже больше человеческого волоса и как только то всего лишь на полградуса понизится температура кровь файл кровь сразу сворачивается и возникает тромбозы и выпадает целой функции потому что человек иногда вот вытащит до из воды вот там 15 минут прошло его оживить не проблема то есть ему делать искусственное дыхание там как бы не прямой массаж сердце делают да человек начинает дышать начинает значит это сердце биться все вроде нормально но он не пришел в себя если он не пришел в себя значит он умрет обязательно надо его привести в чувство чтобы сознание вернулось потому что но я работал спасателем я знаю что если человека вот все уже сделали человек уже все живой да но он не пришел себя кладут его в скорую помощь и скорая помощь едет в морг потому что он по пути умер но если вы его значит а у нас сознание если он вы его прилив сознание он выживет у нас сознание находится в этом центре то есть человека почему кладут на живот чтобы здесь этот центр попала кровь если она туда не попадет все остальные центры потом могут восстановиться но если цент воли не этот сант воли здесь и это сосна есть наше сознание если туда не выпадет кровь это бесполезно и вы у них потеряли считать поэтому оживляли вот раскачивали чтобы пробить все пробки в этих сосудиках маленьких чтобы кровь спокойно нормально поступала во все ткани мозга которые связаны с волей сознанием это получается это могут сделать только те люди которые скорее всего живут где-то в деревне друг другу доверяют если человек типа умер никого не вызывать и один же человек или два так особо не раскачаешь нужно хотя бы человека три-четыре наверное то есть это даже пять разветвленные люди нужны которые смогут ну действительно довериться этому они говорит ой что мы сейчас будем здесь трупом позиция то есть это почти нереально даже из психологической точки зрения чтобы кого-то вообще уговорить на такую авантюру но я думаю такие люди все таки есть но реанимационная команда должна быть не из двух человек из двух врачей хотя бы человек шесть один врач который будет следить и 6 санитаров которые будут откачивать конечно это очень важно я думаю хотя бы раз так оживить человека и дальше уже можно было будет это делать просто в том что оживляли просто ведь это не становится объектом внимания и не распространяется широко можно должны знать что смерти нет что на любой стадии человек оживляем то есть его можно жить привести в чувство у нас же вот именно когда человек умер как не странно да вот от ран умер раны восстанавливаются в пять раз быстрее чем у живого человека но потому что там ну как бы нет клетки местным способом могут бороться и с инфекцией совсем вот у него продолжают расти ногти расти волосы происходит полюция происходит администрации он живой человек он хоть и у него ничего не двигается нет дыхания нет сердцебиение но функции то продолжает работать мир а не может быть такого что внутри человека после какого-то момента но если неправильно хранить труп могут микроорганизмы начать уже есть его изнутри ведь как они попадают обычно в гроб именно как бы уже изнутри человека он их как бы съел как эти мушки дроздофилы а потом эти мушки вылезают из фрукта и начинают летать может же быть такое что у него пойдет уже определенный запах и далее так дело в том что человек когда перешел на вареную пищу он собственно себя заразил всем этим богатством микроорганизмов которые в общем-то живут у него как кишечники так и в крови на живите еще только не недавно считалось что кровь стерильно но это ведь не так кровь также заражена как и кишечники всеми теми же паразитами которые живут кишечники те же живут и в крови причем они размножаются в любых органах хоть в мозге хоть в глазе хоть где вот еще такой очень важный вопрос что вот сразу видно что за последние пять-десять лет люди поняли что нас система обманывает во всем во всех во всех сферах и сколько роликов на ю тубе блогеры стали пробуждаться об этом стали говорить даже люди которые были очень далеки от мистики но почему-то они не хотят видеть правду о том что эзотерика какая она есть и духовные учения которые людям на грудечки с голубой каемочкой поставляются это такая же ложь но они не хотят в это верить вот в политику они не верят в историю они не верят наук они не верят а в религию верят как вы считаете из-за чего это происходит это так их эгрегор поработил уже так промыл мозги или просто ну это не боятся признаться себе в том что даже это ложь даже вот самое святое их вера их принципы это тоже лошадь как вы считаете что надо сделать чтобы люди все-таки поняли что здесь их тоже обманули так дело в том что у нас ведь существует вот такие мыслительные волны они могут искусственным генерироваться навязывать человеку эмоции мысли и так далее мы полностью под контролем не надо думать что мы самостоятельно мыслим большинство мыслей то навязаны сейчас вот пропаганда рекламы да она очень активно занимается тем чтобы навязать нам какую-то дрянь чтобы мы купили нам она не нужна она мы ее покупаем потому что они занимаются этими вещами это кстати говоря это то что касается рекламы а вот те кто мин нами вот управляет они специально там надо сделать значит бунт они это сделают то есть они заставят толпу идти громить все на своем пути жечь убивать и так далее они это делают вот или там допустим агрессия какая-то или там у нас же смотрите вот точкой так называемых артмана да это считается патогенные точки да вот мы проводили опыт и нужно много проводил опытах но вот мы проводили каждый час там возникает у человека но посадили человека и смотрим какие у него эмоции агрессия половое возбуждение агрессивное возбуждение дальше значит тоска сон вот в разное время вот эти вот все состоянием человека проявляются вот именно в этих точках то есть у нас вся земля покрыта этой той этой сеткой хартмала то есть нам навязываются отрицательные эмоции опять же все для того чтобы нами управлять и поэтому вот не надо чтобы человек возникал когда там возникну какие-то происходят события против которых все выступают да вот они человека сон и безразличие домой ничего не надо а надо когда начнет хорошее происходит она чтобы он человек возбудился и это хорошая отверг они его тоже возбуждают и вот он идет там что-то громить закон какой-то для него якобы он ему не нравится не тот пример мы управляем мы управляем и и главное не сознаем этого но кто создает он уже начнет управлять своим поведением то есть если даже человек просто вот логически как-то постарается себя настроить на то что это тоже вранье сопоставить какие-то факты не знаю проведет какую-то аналитику это все равно не поможет эмоциональный фон вот так вот сбунтует возьмет вверх он скажет этом все фигня я верю в бога и он не может мне врать так что все это фигня и как бы эти эмоции они его захлестнут и он как бы снова еще с пеной урта начнет вот так печатать как бы и ну то есть никакая логика здесь не поможет вообще ну да да то есть можно затянуть человека в любое учение на же сейчас 27000 конфессии вы в курсе до 27000 у нас было всего одна конфессия когда-то на земле а сейчас их размножилось до такого количества потому что вот и имеет вместо быть вот такие вот затягивания такие вот точки хармона которые могут чего угодно человеку навязать нам же надо разделить и строить раньше ведь конфессия на в чем заключалась том раз у нас внедрили перевоплощение у нас перевоплощение не было было бессмертие вот надо было чтобы человек просто перевоплощался а сейчас когда убрали перевоплощение да вот когда вот у нас была мишну да ну то есть после мишну стала библия вот мишну фактически запретила перевоплощаться но сейчас душа бесхозна почему их легко забирают на головах да потому что я никому не нужна а человек ведь он не понимает что с ним вообще там происходит и куда он попал никто не понимает что они умерли они продолжают жить там ходить к родственникам все прочее и не понимать почему их не замечать почему на их слова не реагируют мы их не видят но не продолжать жить своими родственниками некоторые которые понимают но они уже там свою жизнь организуют естественно но они в конце концов идут на головах все вот на головах неважно праведник ты был или грешник все идут на головах потому что душа бесхозна тризны не было вот тризна слова практически во всех языках осталось но и никто не делает староверы делают православные делали мы просто он сейчас нету к сожалению так вот душа раз бесхозна она идет на головах и они вынуждены бежать с того света и воплощаться во что угодно лишь бы сбежать и не попасть то есть это смерть души галах это смерть души больше никаких перевоплощений больше никаких жизней ничего не будет больше все и они воплощаются в животных в деревья в насекомых даже у нас есть гусеницы в фотографии с человеческим лицом есть пауки у которых на животе человеческое лицо есть деревья с человеческой фигурой вот мантригора возьмите там всегда корень он похож на человека нужно люди вынуждены воплощаться во что угодно когда они узнают что их тащат на головах там же котлы и либо переваривать и душа ведь мы же говорим что душа это вот тонко материально нет она наоборот очень плотная она настолько плотно и что мы для нее воздух вы смотрите ему трешки все меньше меньше у нас 9 матрешек ну или всем ну правильно съемок для первого кона а вообще для первого круга там 9 9 должно быть у нас тел создано вот вот душа и дух наши создали предки они в нас но наш потомки мы же когда-то жили вот мы за свою жизнь тогда создали и душу и дух они все время воплощается сами по себе а вот эти тела которые астральные ментальные фирмы их надо восстанавливать их нет есть оболочки хотел нету вот надо их создать для того чтобы у нас были запасные жизни нас ну что душа это запасная жизнь в реальности и доктор это реально запасная жизнь но мы правда не можем это сделать сейчас лишены этих знаний которые опять же в некоторых местах земли это делают то есть могут они переходить из одного тела в другое тело свое в тонкое или это тело делать его видимым могут раздвоиться могут расстроиться так никто и святые делают в это знаете прекрасно лучше меня скажите а есть какая-то разница вот между вот этими душами это славянский дух или это дух захватчиков или какие-то другие существа из других сот если разница что может быть их и у них нету даваха может их обратно отправляет потому что я смотрю что как бы славяне вымирают сейчас поэтому такое подозрение что это нам все самое худшее а им там все нормально ну это имеет место быть но дело в том что там неважно какое существо с какой планеты какой его уровня развития законные все одни и те же то есть в этом плане мы все потом просто одни умеют это делать да другие не умеют одни знают другие не знаю вся разница только в этом уже в конце когда сюда вот снова же рождаются тела там и так далее они просто как бы вообще без духа без души просто как бы их населяют микроорганизмы правильно и формирует какое-то бесовское существо которое как в фильме про мужика из которого собачье сердце кажется который просто вот типа он как человек но он собака получается поэтому у нас одни биороботы сейчас ну да в какой-то степени да но потом у нас видите сейчас ведь очень много присаживают сердец там сколько до 1000 операций в год только в одной стране вот а там по всему миру это же сейчас операция вошла в моду а у нас душа в сердце и факты показывают что кому пересажено это сердце да вот он уходит то есть в ту семью сердце которого как человек который принадлежит этой семье он не живет свои старые он другой а душа ведь это у него первых опыт у нее знания вот очень важный контакт души и нашего сознания и как выяснилось что душа говорит на русском языке на старорусском языке вот и когда люди сейчас активно меняют свой язык да у них новые нации там возникают нас уже 7111 языков это фактически новых наций да вот еще недавно было 6 сейчас за последнее время больше 1000 возникло потому что новые языки но в отдельные языки вот они прерывают контакт с душой и поэтому появилось явление внезапных смертей молодые люди внезапно берут и умирают ну потому что душа понимает что этот человек он не меняем она им не может управлять она не может ему подсказывать она же не может ему приказывать а может только подсказать вот а человек один конечно сам поступать но раз у него нет контакта с душой он поступает так как ему заблагорассудится и теряет в принципе возможность перевоплотиться чтобы этого не было душа берет и покидает добровольно покидает тело и человек падает и умирает он может и не умеет может другая душа в него вселиться и он становится другим человеком который не помнит ничего про свою предыдущую жизнь но это у нас считается заболеванию как правило садят психушку вот но это ничего не помогает он просто другой стал получать во время клинической смерти может произойти правильно и да и во время клинических смертей такие вещи происходят но это тоже распространенное мнение а скажите пожалуйста вот микроорганизмы которые живут в человеке вот вы знаете я замечаю что после 35 40 лет очень сильно меняется взгляд и человек он как бы становится больше как животные которые живет на рефлексах покушать посплетничать посмотреть сериальчик сходить попьянствовать то есть вот каких-то таких вот высоких порывов которые были раньше даже просто творческих порывах уже нет вот зачастую до которые не разбиваются обычные люди и получается что микроорганизмы они уже замещают душу и полностью владеют всеми частями тела можно ли что-то сделать для того чтобы вернуться обратно или если это уже произошло то все ну вроде все обратимо в действительности нет нерешаемых вопросов есть просто ситуация когда мы не знаем как решить в действительности все решаем и потому что ну во первых у нас принципов у нас была целая книжка принцип от который входило в наш нашу священную первую книгу который назвал их канон потому что мы же по коном жили да вот там входил принцип от там такие принципы как все во всем что большом то и мало что игру что внизу ноги гермес тресмегиста скрижали фактически дано это вы вытяжка а там то что в общем то вот происходит да у нас один процент наших тканей здорово заменяется в год один процент один от одного до трех процентов вот и поэтому у нас когда 30 там 60 процентов вот в этом диапазоне уже человек практически не жилец а может умеет любую минуту то есть он может жить и 60 когда заменим у нас ткани и причем вот ткани которые заменены микробами они мимикрируют под человеческие ткани под человеческие клетки но они не выполняют его функции они получают только иннервацию получать только питание и больше ничего ничего не делают и вот когда их так много становится до человек умирает но они формируют у него у человека его потребности то есть клеткам надо чтобы он ел мясо и они создают им этот приоритет то есть он любит мясо ему им надо чтобы он пил молоко и человек любит молоко а это не его мысли то не его желание то желание вот этих вот замещенцев которые заместили клетки это конечно ужасно на самом деле и люди полностью воспринимают это как за свои желания но это наверное те люди которые как раз идут на головах потому что у них же в принципе прошивка но несколько другая чем у тех кто реинкарнируется имеет дух имеет волю стремления получается что вот эти люди это как искусственно созданные люди для того чтобы делать массовку правильно то есть они как бы все системе чтобы получать головах из них больше ни для чего то есть вот вообще если мы получим независимость нам во-первых надо менять питание сразу же да то есть приходить на то питание которое хотя бы в девятнадцатом веке было до 1970 до 1870 года когда заставили всех варить все вот в 1905 году уже видели этот день месоеда вот у нас он сейчас закреплен религиозно и раньше мясо не ели вот ели там но морские там их употребляли да там есть типа вот ежа да она и не растение и животное но но как ни странно человеку дает бессмертие это животное то есть те которые заболевают раком тем же да они вылечиваются там пропить этого ежика но небольшое количество и все в принципе человек здоров вот и ели плоды и плодов было много ели в овощи которых тоже сейчас мало стало вот ели корнеплоды не корнеплоды и клубеньковые но у нас сейчас только остались батат и топинамбур ну и картофель а картофель это как бы не наша пища нам ее известно 1 но якобы 5 1 но в действительности это внедрение инопланетян захватчиков ну тут первую или отпущение на него всех всех собак можно повесить получается что вот если все таки они уже заместили большинство тела у них же воля тоже как бы пропадает а парализуется значит уже навряд ли что-то можно сделать или если там кто-то их будет уговаривать допустим пробивать сок морского ежа или чего-то такого подобного это может помочь или уже навряд ли но их же очень много как их убить это все равно что весь слон отравлены ты ему даешь ложку меда разве это подействует я сказал морской еж морской огурец а вот огурец огурец который и не огурец и и и не животное то есть у него там все присутствует очень интересно просто такие люди я вот замечаю даже вот если девушки и они были всегда стройные такие астенического типа то вот когда вот это паразитарное замещение у них такие то становится грузные ноги такие щиколотки так руки возрастают такие плечи как будто изнутри что-то растет и плотнять щеки такие становятся знаете вот я замечаю что они прям как будто обрастают чем-то изнутри и такие неповоротливые ходят знаете вот как будто в общении человек уже внутри что-то новое питание посмотрите на инопланетян да даже вот который у нас живут на внутренне ну конечно не все их различают их много здесь ходит вот ниже все стройные все подтянуты все но не хорошее питание в отличие от нас вот и мне надо беспокоиться там где на диетах сидеть или еще какие-то дополнительные средства употреблять чтобы похудеть они них нормальный вес у них нормальные функции у них все нормально даже швабцы которые в принципе это ну как бы земляне да вот который сейчас 4 миллиарда уже на земле раскладилась вот они тоже нормально вот но их от нас не отличишь вообще если не скажут но они красивые все равно их можно выделить хотя бы по красоте может если у них какие-то отличительные признаки вот как бы можно было их выделить может они похожи на какую-то национальность определенную или какой-то есть стиль в одежде германия германа это продолжение фашистской германии швабе которая живет на внутренней земли на границе внутренней земли нашей земли поверхность кожи высокие наверное светлые да они светлые голубоклазые такие же как и русские так что их особого отличия не найдете но не заражены все вот этой фашистская идеология фашистская идеология это инопланетная идеология на внедренность специально для того чтобы настраивать для того чтобы нас убивать для того чтобы нас приручать рабов и швабе сейчас выполняет эту функцию которая была раньше у римлян римляне же нас захватили римляне нас эксплуатируют и они не люди они писем но печенеги по карамзину песенаги правильно или песенаги у них там две империи наш дарла сейчас вверх веков выбрали было три когда было еще и византия но не связать и поссорились сейчас и вновь тоже также еще вот вопрос тут такое мы уже его косвенно затрагивали что каждый человек закреплен так и так называемую судьбу и определенные силы стараться контролировать жизнь поведение мысли это видимо за счет этих вышек а внутри у нас же микроорганизмы я так чувствую что вышки очень влияет на микроорганизмы на помимо вышек еще же и солнце на них влияет как их активировать солнце то есть вот солнце светит все микроорганизмы расцветают пышным слоем и человек он уже просто как знаете как какая-то кобыла которая бегает туда сюда у него уже своих мыслей нет он просто выполняет функции вот этих вышек или солнце тоже излучатель которая формирует вот эту микробиоту а если вообще какой-то способ хотя бы для тех кто это понимает ослабить это влияние или вовсе себя от него экранировать и ну вот просто жить своими мыслями своими чувствами или это вообще невозможно да нет возможно сейчас его смотрите зародилось такое движение как не еда который не употребляет вообще пищу у них интересно проявляется то что они в реальности не едят не только не едят но и не пьют и более того они не спят они дышат один раз в минуту у них температура тела там 35 градусов вот даже 34 у некоторых у них совсем другой обмен они митохондрии не используют свои жизни у них обмен напрямую то есть получение из эфира энергии получается они совсем по другому себя ведут желание что-то есть у них нет и кстати говоря у инопланетян тоже которые попадали к нам в плен вот они же не ели тоже их там пытались кормить пытались им ставить уколы да с пищей с нашей но у них совсем другая физиология и другое строение тела вот те которые питаются кожей да но это обычно это биороботы вот у них ведь нету желудочно-кишечного тракта как у нас вот они вот кулы ложатся в растворы и из энзимов добытых из человека вот причем они вот которых рожают детей да но женщин должны они в своих там еще свои цикле и подкладывают оплодотворенные и между но только вы нашу землянками да вот они not девочка рассказывала ее забирает периодически туда на вот и они эти энзимы дают им в таких вот типа как вот нас пиво продают таких вот банках да вот ими можно умываться вот можно их пробовать там на вкус но у нее есть желудочно-кишечный тракт вот но она не может их пить вообще на есть это противно она потому что но земная женщина в данном случае и мать она переборола все эти перебила все это планетные влияния и это девочка в принципе она рассказывает про этих инопланетян все что там происходит как они выглядит что они тут делать но что назначили по